Всем привет! Сегодня новый день, новый влог. У нас заканчивается четвертая четверть, а это значит, что впереди летние каникулы. Мы сейчас пишем в Сочи, можно сказать, уже дописываем. Осталось совсем чуть-чуть, и будут каникулы. Ура! И сейчас нам предстоит собрать учебники, потому что нам нужно будет уже в скором времени сдать эти учебники, отнести их в школу. Также нам нужно еще книжку сдать, которую мы брали в библиотеке, и ее нужно будет подклеить кое-где, потому что мы ее уже взяли в таком состоянии, но и чего греха таить, что мы ее до сих пор не подклеили. Вот. Ну да ладно, с этим мы быстренько справимся. Сейчас мы будем все эти учебники отсюда вытаскивать, просматривать и считать. 21 учебник у нас должно получиться. Так что будем сейчас этим заниматься. Начинать. Книжечки. Держи, Милан, складывай и считай книжки. Освобождаешь все книжки от всего. Тетрадки, там еще может что-то, какие-то листочки. Все освобождаем. Ох, сейчас ящики у нас освободятся. Тебе нужен, Милан, этот ящик, или мы его продадим? Нет, но он мне нужен. Нужен? Да. Ты будешь здесь уроки делать с Региной? Да. Вдвоем? Да. Я просто что думаю? Я Коле сейчас предлагаю у нас в зале около окна. Сейчас я вот сюда поставлюсь, как раз место освободилось. Коле предлагаю около окна, в общем, сделать стол из столешницы. Вот. Такой стол, как бы столешницу купить, ножки или даже какие-то выдвижные ящики по бокам сделать, на чем будет стоять сама столешница. И все это сделать под окном. Вот. И получается диван поставить так же, как он у нас до этого уже стоял. поперек зала. Не вот так вдоль, а поперек. Вот. И я думаю, мне кажется, очень классно будет. Это будет и мое рабочее место, и муж, когда на дистанционке также как-то работает, ну или просто, когда ему необходимо дома поработать, мы поставим монитор. У нас есть. Поставим монитор и поставим ноутбук. И у девчонок все равно информатика есть, они могут заниматься. также за этим столом, в общем, будут все заниматься, делать уроки, работать. Вот. А вот эту вот часть всю продать и освободиться в комнате места для каких, какого-то времяпровождения, для игр. Вот не знаю. И там еще то, что хорошо, там получается, если мы сделаем около окна, там будет свет падать, естественный свет, и окна будет падать на стол, именно рабочий. Я думаю, так будет даже для глаз лучше. Ну, если, конечно, днем делать уроки, если ночью, то роли в этом никакой не играет. Смысла нет. Вот так вот. Так что, пишите свои комментарии, как бы вы поступили на моем месте или на своем месте, я не знаю. Продали бы вы вот это, чтобы освободить место в комнате для игр, для еще какого-то, да, для чего-то. и сделали бы в зале вот это вот, то, что я вам конструкцию, в общем, говорю. А сейчас будет небольшая рекламка. Пожалуйста, досмотрите ее до конца. Она будет длиться всего лишь навсего где-то 30 секунд. Поэтому не переключайтесь и увидимся с вами через 30 секунд. Всем привет! Меня зовут Татьяна Стеблецова. Мне 42 года. Я живу в городе Орел. Я замужем. У меня есть взрослая дочь. На моем канале вы можете увидеть мою простую жизнь, а также мое хобби, чем кормлю мою семью. В плейлисте очень много видео с мотивацией на уборку. Также я снимаю закупки из разных магазинов и планирую в последующем снимать все свои путешествия. А путешествовать наша семья очень любит. Если вам интересно видео такого формата, подписывайтесь. Мне будет очень приятно. А чтобы не пропускать мои новые видео, нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока! Спасибо! Учебники мы собрали. И всю вот эту вот канитель мне нужно будет тащить самой. Это очень так прям, я скажу вам, тяжеловато. Но придется все это отнести. Может быть, мы возьмем велосипед и все это дело повезем на велосипеде. Вот. С Миланой вместе поедем и отвезем учебники. Вот. Так что, я думаю, не придется мне все это на руках тащить. Все, учебники мы собрали. Осталось нам только книжечку приклеить, заклеить, все ее в порядок привести. И, в принципе, мы готовы. У нас еще два Соча. Будем делать их вечером. Мы сейчас, как вы уже заметили, распечатываем вот такие вот штуки, уже листовки, которые, по идее, в школе они делают, проходят свои задания, вот эти выполняют. Им тоже распечатывают и дают вот на таких листах, чтобы они уже сами тут писали, отмечали, галочки ставили. А до этого мы писали прям все в тетрадях. Это очень тяжело, потому что нужно какие-то таблички, если рисовать, или еще что-то. Нужно все это переписывать. Время много уходит, а так намного легче. Поэтому папа наш на работе распечатывает, приносит нам вечером, и мы за день готовимся к этому Сочу. И потом, когда он приносит, мы просто быстро-быстро все Милана это записывает, и все. И все готово. Вот. Дистанционно у нас тоже Сочи проходит. Мы все это фотографируем и учителю отправляем. И уже в кундулек у нас выставляют все оценки. Мы можем так же все посмотреть. Поэтому эта система, на самом деле, которую сейчас придумали, очень удобная и очень классная. Нам, в принципе, очень нравится учиться на дистанционном обучении. И Милане тоже нравится. Вот. Но в школу, конечно, тоже нужно ходить, чтобы общаться с своими сверстниками и как-то взаимодействовать, что ли, с людьми. Я не знаю, учиться. Потому что дома сидеть, конечно, хорошо, но нужно какой-то социум какой-то, да, нужен, чтобы в дальнейшем было легче и на работе, и в дальнейшей учебе. Все-таки нужно общаться же. Все. Будем клеить, в общем, книжечку. А я с вами не прощаюсь. Посмотрите, как уже авокадо у меня выросло. Но что-то ему, видно, тут не нравится. Потому что он реально, он вянет. Вот, посмотрите. У него листочки такие, как будто он повял, завял. Но я думаю, что это дело все-таки в земле, потому что он у меня в старой земле растет. Я вообще не надеялась, если честно, что он у меня вырастет. Потому что вот этот росточек, который он дал, он у нас в общем перестал расти. Вот. И я его все равно поставила в землю, поливала, в надежде, что он отрыгнет еще один росточек. И вот, конечно же, он дал этот росточек. Но теперь ему видно, то ли питания мало, то ли что. Нужно будет докупить, наверное, землю. Хотя земля у меня сейчас есть. Наверное, попозже я его пересажу. Вот. Потому что сейчас собираюсь готовить и займусь пересадкой, так как все-таки плоховато он немножко выглядит. Должны быть листочки такие глянцевые, а он как-то вот как будто вянет, не знаю. У нас здесь куриные голени я сейчас собираюсь готовить. Замороженные. Я их размораживать пыталась, но они как-то не размораживаются. В общем, и не хочу я долго в морозилке держать. Они так, ой, в морозилке говорю, в микроволновке. Они более-менее разморозились, хотя бы разъединяются, так сказать. Что-то я маленькую формочку какую-то как будто взяла, да? Мне кажется, надо побольше формочку взять. У меня такая же есть, только побольше. потому что я еще хотела сюда положить картошечку. Вот. Вот так вот все это дело выглядит. Видите, здесь только получается курица вмещается, а картошки уже не поместятся сюда. Так, вот такая вот форма. Мне она очень нравится керамическая. Я сейчас буду сюда вкладывать куриные голени. вот. И картошечек сюда еще нарежу. Конечно, у нас картошка последняя. Вот. Ну, здесь более-менее просторнее как-то все выглядит. Вот. Даже не знаю, может, картошку отдельно сделать, напротив, не как по-деревенски. Хотя у меня картошки, если честно, осталось совсем кусок. Семь кусок. и хватит, чтобы по-деревенски сделать. Вот. замутим что-нибудь. Так, я решила в двух контейнерах вот таких, вернее, форм для запекания сделать отдельно курочку, отдельно картошку. картошку я посыпала приправой. Вот такой у меня оставалось. Вообще для этого есть у меня для картошки, но я вот эту использовала, потому что там остатки были. В общем, посыпала приправой, немножко масла растительного вот так вот добавила и посолила. Теперь все это мне нужно вот так вот перемешать, чтобы масло на все распространилось. И все, я отправляю запекаться. Ужин, в принципе, у меня такой быстрый готов. вообще я хочу еще закупить курицы и тоже так же сделать такие вот заготовки быстрые, чтобы когда достала, раз запек в духовке и красота. У меня такая духовка электрическая БОС, в которой я могу сразу два блюда запекать, готовить, в общем. Так что давайте приступать к готовке. В моих планах еще сделать котлеты с томатной пастой и макароны отварить. Так, вот у меня помещается все на один противень. Это просто чудесно. И отправляем запекаться. Так, режим вверх-вниз всегда использую, но иногда с конвекцией. И 200, 210 где-то градусов. Вот так. И время выставляю где-то около часа, наверное. В общем, я поставила готовиться курочку, картошку в духовку. И сейчас замороженные у меня были мои фирменные котлетки. Я их называю фирменные, потому что у нас их, в принципе, все едят, и дети, и мы. Мне они очень нравятся, они очень легкие, нежирные. Вот, они состоят из курицы из индейки. И как-то они воспринимаются по-другому в пище, не знаю. На мой взгляд, и дети обычно из свинины, из говядины особо котлет это и не ели. Какие-то жесткие, сухие получались, не очень, в общем, ну, по крайней мере, у меня. А эти котлеты, особенно если с томатным таком соусе, если их сделать, то вообще вот так, с пюрешечкой, там, с гречкой, с рожками я их делала, с макарошками. Только так заходит. Вот. Поэтому сейчас я еще буду ставить, отваривать макарошки, потому что картошки у меня больше нет, я бы пюрешку сделала. Так что сама люблю очень пюре. Вот. И готовлю. В общем, котлеты свои. Напишите в комментариях, вы пробовали вообще котлеты из курицы, из индейки делать? Как вам вообще нравится, не нравится? То может быть я одна такая, любительница таких котлет и вообще наша семья. Какие любите вы блюда? Что у вас самое любимое из еды? Что вы любите? Вот. Напишите. Мне будет очень интересно почитать. Я люблю борщ, люблю перешку с котлетками, с подливкой и что еще? И люблю манты. Такие, чтобы были прям вкусные манты. Пельмени не люблю, а вот манты люблю. Борщ, манты и перес котлеткой я обожаю. Ну и шашлык, конечно же, еще. А вы пишите в комментариях, что вы любите. Сработал сигнал. У меня, наверное, уже картошка приготовилась. Сейчас я открываю. Жара. Выключаем все и проверяю. Конечно, нужно немножко еще открыть. Минус в таких вот кухнях, маленькие кухни, очень неудобно. Все везде понатыкано. Но плюс в такой духовке то, что у нее есть вот такие выдвижные полочки. Не знаю, как правильно называется. Ну, картошка у нас уже в принципе готовая. нужно ее уже вытаскивать. Курица у нас в принципе тоже, я так понимаю, уже сготовилась. В общей сложности запекалась и картошка, и курица у меня час. При 200 градусах, 210 градусов режим вверх-вниз. В принципе, все припеклось, все хорошо. Чтобы она с другой стороны тоже подрумянилась. Картошечка у меня приготовилась. Очень вкусная, вкусная, но острая. Вот. Слишком много я переборщила с приправой для курицы. Она такая острая получилась. Хотя я немного добавила. Но так она золотистая, мягкая, очень вкусная. Пойдет макароны и котлетки собственной персоне в томатном соусе. Осталось дождаться только курочку и в принципе ужин, обед у меня готов. макароны Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»